Туви Янсен Все о муми-троллях Повесть о последнем в мире драконе Жаркая паралета подходила к концу И в четверг на дне большой ямы с бурой водой Что справа от папиного гамака Муми-тролль поймал маленького дракона Ясное дело, он вовсе не собирался ловить дракона Он только пытался схватить несколько мелких насекомых Сновавших на илистом дне Чтобы посмотреть, как они шевелят ножками, когда плавают И правда ли, что они плавают задом наперед? Но быстро приподняв стеклянную банку Он увидел там что-то совсем другое Клянусь своим хвостом Восторженно прошептал муми-тролль Держа банку обеими лапами Он смотрел во все глаза и не мог насмотреться Дракончик был не больше спичечного коробка Очаровательно двигая прозрачными крылышками Такими же красивыми, как плавники золотой рыбки Он плавал, описывая круги на воде Но ни одна золотая рыбка на свете не была так роскошно позолочена, как этот крохотный дракончик Он весь сверкал, он блистал на солнце Его маленькая головка была ярко-изумрудная, а глаза желтые, как лимончики Каждая из шести позолоченных лапок дракончика завершалась крошечными пальчиками А кончик позолоченного хвостика тоже был зеленый Дракончик был просто изумительный Муми-троль завинтил крышку с отверстиями для воздуха И осторожно сунул банку в мох Затем лег на живот и стал рассматривать дракончика вблизи Тот подплывал прямо к стеклянной банке И раскрывал свою маленькую пасть Усаженную крохотными-прикрохотными белыми зубками Он злой Подумал Муми-троль Злой, хоть и ужасно малюсенький Как сделать так, чтоб он меня полюбил? И что он ест? Что вообще ест дракон? Взволнованный и озабоченный, Муми-троль поднял банку и пошел домой Осторожно-преосторожно ступая, чтобы дракончик не разбился о стеклянные стенки банки Он ведь был такой ужасно малюсенький и хрупкий Я буду о тебе заботиться И любить тебя Шептал Муми-троль Ночью ты будешь спать в моей подушке А когда вырастешь и полюбишь меня Мы вместе будем плавать в море Муми-папа трудился на своей табачной плантации Ясное дело, можно было бы показать дракончика ему А может, все-таки не показывать? Пока не показывать Может, еще несколько дней держать дракончика только для себя Чтобы он привык ко мне И доверить эту тайну сносому муряку Муми-троль, крепко прижав банку к груди И напустив на себя самый равнодушный вид Прошел к черной лестнице Все остальные обитатели долины Муми-тролей Копошились где-то возле веранды Но в тот самый миг Когда Муми-троль крадучий шмугнул в дом Из бочки с водой высунулась крошка Мю И с любопытством крикнула А что у тебя там? Ничего, ответил Муми-троль Ха, это банка, сказала вытянувший кумю А что в банке? Почему ты ее прячешь? Муми-троль ринулся на лестницу Вбежал в свою комнату Он поставил банку на стол Вода громко булькнула А дракончик, обхватив голову крылышками Свернулся точно мячик Медленно выпрямившись Он оскалил зубки Такое больше не повторится Обещал Муми-троль Прости меня, славный мой Сдвинув крышку, чтобы дракончик мог как следует оглядеться Муми-троль подошел к двери и запер ее на защелку Никогда ведь не знаешь, что еще выкинет малышка Мю Когда он вернулся обратно к дракончику Тот уже выполз из воды и сидел на краю банки Муми-троль осторожно протянул лапку, чтобы приласкать его Тогда дракончик, разину в пасть, выпустил небольшое облачко дыма Красный язычок, словно пламя, вырвался из его маленькой пасти И так же быстро спрятался «Ау!» Воскликнул Муми-троль Потому что обжегся Не очень сильно, но все-таки обжегся Он все больше и больше восхищался драконом «Ты злой!» Тихонько спросил он «Ты ужасно плохой! Страшный, кровожадный, беспощадный, да? Ох, ты славный, дорогой, маленький мой, 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 мой!» Дракончик фыркнул Муми-троль залез под кровать Вытащил коробку, в которой хранил запасы на ночь Там лежало несколько слегка засохших блинчиков Пол бутерброда и яблоко Муми-троль разрезал все на маленькие кусочки Разложил их на столе вокруг дракончика Тот слегка все обнюхал Презрительно посмотрел на Муми-троля И с поразительной быстротой кинувшись к подоконнику Напал на большую, жирную августовскую муху Муха, перестав жужжать Стала вместо этого тихонько постановать Дракон, ухватив ее своими маленькими зелеными лапками Пустил ей в глаза облачко дыма Потом хрустнул своими белыми зубами Пасть его раскрылась и закрылась Проглотив августовскую муху Дракон облизал мордочку, почесал себя за ушком Уничтожающий, поглядывая одним глазом на тролля Чего ты только не умеешь! Воскликнул Муми-троль О, моя козявка! Букашка-таракашка! В тот же миг внизу мама ударила в гонг Бум-бум! Настало время завтракать! А теперь будь добренький и подожди меня Попросил Муми-троль Я вернусь как можно скорее Постояв, он еще с минуты мечтательно смотрел на дракона Который ничуть не желал, чтобы его ласкали И прошептав Дружочек Быстро сбежал он по лестнице и выскочил на веранду Мю, не успев зачерпнуть ложкой кашу Принялась за свое А некоторые хранят тайны И в известных мне банках Заткнись Сказал Муми-троль Хм, можно подумать Продолжал Эмю Что некоторые коллекционируют пиявок И мокриц Или же, а почему бы и нет Громадных тысячи ножек Которые размножаются сто раз в минуту Знаешь, мама Произнес Муми-троль Если бы у меня появился какой-нибудь зверек Который привязался бы ко мне То это был бы Бэлбэ, дрэлбэ, грэлбэ, а Передразнила его малышка Мю Что? Спросил папа, отрываясь от газеты Муми-троль нашел нового зверька Пояснила мама Он кусается? Ну, не очень больно Он слишком малюсенький Пробормотал ее сын А скоро он вырастет? Спросила малышка Мю Когда его можно увидеть? Умеет ли он говорить? Муми-троль не ответил Снова все испорчено Ведь как должно бы быть Сначала у тебя появляется тайна А потом ты преподносишь всем сюрприз Но если живешь в семье Ничего не получится Ни тайны, ни сюрприза Все все знают с самого начала Так что никогда ничего веселого не получается Я хочу спуститься к реке за кормом Медленно, пронзительно сказал Муми-троль Так же презрительно Как это сделал бы дракончик Мама, скажи, чтобы никто Не смел входить ко мне в комнату За последствия я не отвечаю Хорошо, сказала мама Взглянув на Мю Ни одна живая душа Не смеет войти в его комнату Муми-троль с чувством Собственного достоинства Съел кашу Потом спустился через сад К мосту Снуз Мумрик сидел У входа в палатку И рисовал пробковый поплавок Муми-троль посмотрел на него И снова порадовался в душе Что у него есть дракон Сказал он Семья иногда жутко обременяет Снуз Мумрик Не вынимая трубку изо рта Что-то хрюкнул в знак согласия Они молча посидели Согретые чувства мужской дружбы И взаимопонимания Кстати, сказал Муми-троль Встречался ли тебе когда-нибудь Во время твоих путешествий Какой-нибудь дракон? Ты, конечно, не имеешь в виду Ни саламандр Ни ящериц Ни крокодилов Заметил после долгого молчания Снуз Мумрик Ты, конечно, имеешь в виду Настоящего дракона? Ха! Нет, не встречал Они все вымерли Ммм Ну, может Медленно произнес Муми-троль Может Один еще остался И кое-кто поймал его В стеклянную банку Подняв глаза Снуз Мумрик Проницательно оглядел Муми-троля И увидел Что тот чуть не лопается От восторга и ожидания И Снуз Мумрик Отрезал довольно холодно Не думаю Ну, возможно Он не больше спичечного коробка Извергает пламя Продолжил Муми-троль Не может быть Возразил Снуз Мумрик Который умел подыгрывать И знал, как надо подготовить сюрприз Его друг Подняв мордочку Сказал Ну, дракончик Из чистого золота С крохотными Прикрохотными Зелеными лапками Он мог бы стать ужасно преданным И следовать за тобой по пятам И подпрыгнув Снуз Муми-тролль закричал Это я его нашел Я нашел собственного Маленького дракона Пока они поднимались к дому Снуз Мумрик прошел все стадии недоверия Удивления И восхищения Он был просто великолепен Они поднялись По лестнице И осторожно, отворив дверь Вошли в мансарду Банка с водой по-прежнему стояла на столе Но дракон исчез Муми-тролль искал под кроватью За комодом Он ползал повсюду Искал и звал Дружочек мой Маленький мой Ути-пути-пути Мое славное Крошечное зернышко Хм, посмотри-ка Сказал Снуз Мумрик Он сидит на занавеске Дракон и в самом деле Сидел на карнизе Под самым потолком А, а как он туда попал? Испуганно воскликнул Муми-тролль Подумать только А что если он свалится? Не двигайся Подожди немного Ни слова Сорвав с кровати Перину и подушки Он расстелил их На полу под окном Затем Взяв старый сучок Кхемуля Он поднес его Прямо под нос дракона Опля Закричал он Цып-цып-цып-цып-цып Теперь осторожно Осторожно Ты насмерть испугаешь его Сказал Снуз Мумрик Дракончик Разевал пасть И шипел Вонзив зубки в сачок Он жужжал Как маленький мотор И вдруг Взмахнув крылышками Начал летать по комнате Под старым потолком Он летает Он летает Кричал Муми-тролль Мой дракончик летает Ясное дело Сказал Снуз Мумрик Не прыгай так Стой смирно Тут дракончик Остановился Как раз посреди потолка Крылышки его Точно у ночной бабочки Сильно вздрагивали Вдруг он нырнул вниз И куснув Муми-троля За ухо так Что тот закричал Улетел И уселся На плечо Снуз Мумрик Тесно прижавшись К его уху Он начал тарахтеть Закрыв глаза Ха Каков плутишка Озадаченно произнес Муми-троль Он совсем горячий Что этот кроха делает Он любит тебя Сказал Муми-троль После обеда Вернулась домой Фрюкин Снорк И тотчас же узнала Что Муми-троль Поймал дракончика Тот сидел на столе Рядом с кофейной чашкой Снуз Мумрика И облизывал лапки Он искусал уже всех Кроме Снуз Мумрика И всякий раз Когда дракончик злился Он прожигал Где-нибудь дыру Ужасно миленький Восхитилась Фрюкин Снорк А как его зовут? Ничего особенного Пробормотал Муми-троль Это всего-навсего дракон Лапка Муми-троля Осторожно двигалась По скатерти Пока не тронула Одну из маленьких Позолоченных ножек Миг И дракон взмыл ввысь Облетел веранду Зашипел И выдохнул Небольшое Облачко дыма Как мило Воскликнула Фрюкин Снорк Дракончик Подлетел поближе К Снуз Мумрику И понюхал Его трубку На скатерти Там где он сидел Зазияла Круглая Коричневая дырка Интересно А может он Прожечь дыру И в клеенке Спросила Муми-мама А вообще Непременно Объяснила ей Малышка Мю Пусть он только Чуть подрастет Он сожжет Весь ваш дом Вот увидите Она схватила Кусок торта А дракончик Тут же налетев На нее Как маленькая Позолоченная фурия Укусил ее за лапку Ау Черт Заорала Мю И шлепнула Дракона салфеткой Дракон не виноват Он думал Что ты собираешься Съесть муху Которая сидела На этом куске Да ну тебя С твоим драконом Закричала Мю Разозлившись По-настоящему И вовсе Он не твой Он Снус Мумрика Дракону нравится Только он На мгновение Наступила тишина Хм О чем болтает Эта малявка Произнес Поднявшись Снус Мумрик Еще немного Времени И дракон Будет знать Кто его Настоящий Хозяин Убирайся Лети К своему Хозяину Но дракончик Взлетев На его плечо Уцепился За его Всеми Шестью Лапками И тарахтел Как швейная Машинка Снус Мумрик Взял Крохотное Чудовище В руки Сунул его Под грелку Для кофейника Дракончик Неожиданно Неожиданно Из рук Папа Исчезли Из всеобщего Сознания Примерно 70 лет тому Назад Я отыскал их В энциклопедическом Словаре Вид Который Сохранился Дольше всех Так называемый Эмоциональный То есть Легко Возбудимый С ярко Выраженной Способностью К воспламенению Эти драконы Заметно Упрямы И никогда Не меняют Своих Намерений Спасибо За кофе Поднявшись Сказал Муми Троль Я пойду К себе Дорогой А твой Дракончик Останется На веранде Спросила Мама Или ты Возьмешь Его с собой Муми Троль Не ответил Ни слова Он Отворил Дверь Когда Дракон Вылетел В сад Посыпались Искры Фрюкин Снорк Воскликнула Ой Тебе Никогда Его Больше Не поймать Зачем Ты Это Сделал Я Не успела Даже Как следует Разглядеть Его Можешь Пойти К сну Смурику И Посмотреть Процедил Сквозь Зубы Муми Троль Дракон Сидит У него На плече Мой Дорогой Грустно Сказала Мама Мой Маленький Троленок Только Снусмумрик Успел Вытащить Удочку Как Примчался Дракон И опустился К нему На колени Он Прямо Таки Извивался От Восторга Что Снова Видит Снусмумрика Зрелище Для Луны Сказал Снусмумрик Прогоняя Маленькое Чудовище Брысь Убирайся Лети Домой Но Он Конечно Знал Что Все Это Зря Дракон Все Равно Никуда Не Уберется И Насколько Он Знал Драконы Могут Жить До Ста Лет Снусмумрик Огорченно Смотрел На Маленькое Сверкающее Созданице Которое Просто Выбивалось Из сил Только Бо Понравиться Ему Ясное Дело Ты Красивый Сказал Снусмумрик И Хорошо Чтобы Ты Остался Со Мной Но Понимаешь Мумитроль Дракончик Зевнул Взлетел На Шляпу Снусмумрик Свернулся Клубочком На Ее Изодранных Полях И Уснул Снусмумрик Вздохнув Закинул Рыболовную Леску В Воду Новый Поплавок Блестящий И Ярко Красный Покачивался На Воде Снусмумрик Знал Что Сегодня Мумитролю Не Захочется Удить Рыбу Время Шло Дракончик Вылетел На Охоту За Мухами Снова Вернулся На Шляпу Отдохнуть И Поспать Снусмумрик Вытащил Пять Красноперых Плотвичек И Одного Угря Которого Снова Отпустил Потому Что Тот Ужасно Трепыхался К вечеру Вниз По реке Проплыла Шлюпка У руля Сидел Довольно Молодой Хемуль Клюет Спросил Он Сносно Ответил Снусмумрик Далеко Плывешь Довольно Далеко Сказал Хемуль Давай Сюда Чалку Получишь Немного Рыбы Произнес Снусмумрик Завернешь Красноперых В газетную Бумагу И поджаришь Их на Решетке На горячих Углях Так Они будут Вкуснее А Что Ты Хочешь Взамен Спросил Хемуль Не привыкший Получать Подарки Засмеявшись Сносмумрик Снял С головы Шляпу Со спящим На ее полях Дракончиком Послушай Сказал он Отвези Вот это Как можно Дальше Ну и выпусти В каком-нибудь Уютном Местечке Где много Мух Шляпу Сверни Так Чтобы она Была Похожа На гнездо И положи И лучше всего Под каким-нибудь Кустом Так Чтобы дракона Оставили В покое Это Дракон Подозрительно Спросил Хемуль А он Кусается И Часто Надо его Кормить Сносмумрик Вошел в палатку И вернулся Назад с кофейником Сунув на дно Кофейника Немного травы Он осторожно Положил туда Спящего дракончика И закрыв Кофейник Крышкой Сказал Засовывай туда Мух через носик А иногда Наливай капельку воды Не обращай внимания Если кофейник Станет горячим Вот Бери-ка Через несколько дней Сделаешь Как я тебе сказал Немало работы За пять Плотвичек Кисло Произнес Хемуль И потянул К себе Чалку Течение Подхватило Шлюпку Не забудь Что я тебе Сказал Про шляпу Крикнул Сносмумрик Крикнул Не забудь Что я тебе Сказал Про шляпу Крикнул Сносмумрик Вслед Хемулю У дракончика Слабость К моей шляпе Ага 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 Ответил Хемуль И исчез За излученной реки Дракон 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 Наконец Воскликнул Воскликнул Дракон Дракон И ничего Тут не поделаешь Мометроль Долго молчал Потом Усевшись В траве Сказал Хм Может ты И прав Хорошо Что он убрался Отсюда Да Может это Самое правильное Послушай Этот новый Поплавок Он Красивый Когда качается На воде А Красный Да ничего Согласился Снусмурик Я сделаю Тебе такой же Ты ведь Спустишься Завтра Вниз Ловить рыбу Ясное дело Ответил Мометроль А как же Иначе